разговор силиконовой долине идет давно здесь три ключевых вопроса первый отрицательных нельзя пытаться возродить двух шестидесятых годов это невозможно другая эпоха другое умонастроение и этого не получится ну хоть ты какие деньги не вложи мы не калифорния и сделать буквально силиконовую долину мы тоже не можем значит нужно все равно придумать свое это свое это прежде всего создание среды потому что без соединения вместе людей занимающихся разными предметами получить новое качество чрезвычайно трудно речь же идет об инновационном движении поэтому с одной стороны это очень серьезный технопарк грубо говоря где можно опробовать и довести до промышленного образца а может быть и малой серии какие-то новые затеи с другой это сама городская среда которая должна быть городской с одной стороны и немножко авантюрной с другой если нет авантюрного духа если нет многообразия возможностей сыграть в гольф или в пинг-понг в шахматы или сходить на дискотеку заглянуть к соседям и эти соседи должны быть такими же как вы это очень важно такими же как вы в том отношении что это временные жители нельзя сделать его опыт наука градов 60-х годов показывает нельзя их делать муниципалитетами со временем нарастает население заняты другими делами обеспечением техникой и всего прочего со временем стареют пионеры и эти пионеры переходят в пенсионный разряд становятся потребителями социальных услуг в большей степени чем производителями новых ценностей и это начинает тянуть всю эту конструкцию к низу хорошая в силиконовой долине первичной было в том что это начиналось с двух вещей были места где можно было жить хорошие дороги связывавшие с амбарами в которых можно было за копейки снять пространство для деятельности и вот это движение между клеточками такого амбара и создавала и создает среду в которой делать движется у нас дорог таких большом числе не предвидится поэтому нам необходимо это дело сделать компактным но в то же время с моей точки зрения по крайней мере это должно быть место где люди временно живут но не прописываются и регистрируются являются в этом отношении ну своего рода жителями отеля бординг-хаус и парт отеля называйте это как хотите и все кто обслуживает этот центр тоже живут в где-то в другом месте вот тогда это будет место в котором может существовать атмосфера экзальтированного взаимного состязательного творческого процесса вот этого места у нас в стране нет и в этом отношении это может быть действительно качественно новым и я утверждаю что в наших условиях это надо делать на свободном месте но связанном а с большим городом очень большим городом который создает возможность и которые нельзя сделать в маленьком месте нельзя в нем сделать 10 театров следовательно расстояние до большого города должно быть не слишком маленьким иначе тогда это просто его часть его пригород со всеми вытекающими интересами в отношении недвижимости стоимости земли и всего прочего нельзя делать слишком далеко чтобы это уже нельзя было обернуться в один день это грубо говоря задает радиус примерно в каком создавались наукограды и вокруг москвы дубна ли это пущено ли это или обнинск это одно и то же это правильное расстояние но идеальная ситуация если это новое место может опереться на существующие не очень далекие на очень не очень далекие живые наукоградные конструкции они есть некоторые не очень живые но есть живые и поэтому я не знаю какое будет принято решение но если бы я его принимал я даже знаю место где это должно было бы быть это берег реки оки например на разном равном расстоянии от пущено биологического центра и обнинска физического центра на пересечении биологии и физики сегодня происходит наибольшая напряженность и наличие живых центров в этом отношении обеспечит гораздо более серьезную связку тем более на начальных стадиях потому что обжить новое место это тоже время всякого рода центр такой интеллектуально напряженной активности это то что в мире называют венчурным предприятиям рисковым заранее понятно что далеко не все можно будет или целесообразно будет по экономическим по рыночным соображением воплотить но избыточность является здесь условием номер раз для того чтобы эта избыточность была то и сама среда в которой помещается эта деятельность должна провоцировать своей избыточностью возможности у выбора типа занятия возможности работать под кустом или в лаборатории или дома выходя в библиотеку или в общее пространство или укрывшись под одеялом и только время от времени выскакивая в мир чтобы вдохнуть это чрезвычайно важное обстоятельство здесь всякого рода узкий технократизм вот вам столько-то квадратных метров кабели подключения недостаточно здесь нужно ощущение что здесь будут художественные выставки что здесь параллельно должны быть люди занимающиеся каким совершенно непонятными и к никакого отношения к науке или к технике занятиями не имеющим это необходимо это создает необходимую избыточность от некая модель такой утопии абсолютно реалистической то что при этом далеко не все задействуется нормально это должно окупать все остальное если не идти на избыточность вы все будете постепенно скукоживаться и ваша деятельность будет сжиматься вот это и является здесь главным будут ли при этом как в шестидесятые годы интенсивное общение вне деятельностное я не знаю надо увидеть немножко сомневаюсь но может быть ошибаюсь это надо пробовать это надо рискнуть сделать и здесь правильная установка на риск